привет как ваши дела? что делаете? посмотрите какая ужасная погода в Швейцарии прям бе дождь льет привет прям фу вообще что показывается? я устала не выспала еще слушайте, у меня знаете а какая у вас не была я пока, смотрите, я заказала еду и после Греции вот эту мне принесли маленькую, такое ну что вы да я просто тихо говорю ты от Майами, от Хача? здорова нет, почему? но Греции так, рассказывайте мне, знаете что? вот эти, я обновила инстаграм и там вот эти истории в инстаграме и я теперь так понимаю, что СНАП умер и мне кажется, что и Перископ умрет, да? вы пользуетесь? Питер тоже привет когда в ДХ появлюсь? ну наверное, когда появлюсь в России в инсте не онлайн, но там нельзя вопросы задавать но я вам скажу, вопросы тоже иногда утомляют Перм привет ну так вот, объясните мне а все, СНАП теперь умрет? вы пользуетесь этими историями? потому что мне кажется, что это уже прямо ту мать люди фиксируют каждый свой шаг а знаете, что я вообще поняла? сейчас я перестану и расскажу что я поняла я поняла, что я подписана на энное количество человек и на некоторых людей подписана, кого я не знаю там, например, какие-то девушки красивые которые мне нравятся, как выглядят или какие-то стильные девушки которые тоже мне нравятся, как на фотках выглядят ну есть там пару симпатичных парней но ситуация такая, что когда ты смотришь фотографии фотография красивая, прикольная какая-то стильная а когда эти люди начинают фоткать свою еду свои туфли там, я не знаю рисовать всякую херь и какие-то делать маленькие тупые комментарии это так скучно но это затягивает потому что ты сидишь смотришь одну историю потом раз и это все перескакивает на другую у меня в СНАПе, кого я смотрела это силы, наверное, 10 человек а здесь получается что все, на кого я подписана в инстаграме я теперь должна смотреть их истории мне, короче, по-моему это не нравится а вам? тихо но люди вокруг я могу громко вот и в общем получается, что иногда когда ты следишь за человеком только по фоткам и потом ты видишь его вживую как в СНАПе или как в Тепелископе он тебе нравится больше потому что он разговаривает и что-то говорит а иногда смотришь и думаешь лучше бы только фотографии смотреть так так что это у нас тут за прекрасные люди что со мной? а что со мной? ну блин, вы такую иногда хуйню пишете я просто в шоке ах часы Rolex спасибо спасибо нажимай на тех, кто интересен из этого списка истории там мне никто не интересен так много комментариев я даже не успела ее читать пошло-пошло-пошло пошло-пошло пошло-пошло пошло пошло ой я вообще я читаю и думаю как сделать так чтобы хотя бы половина из вас не писала может отключить вообще эти комментарии рус, привет ничего я не подкалывала блокировать через одного так я не успею зачем блокировать ну что значит не читай кстати, да, можно отключить комментарии и просто рассказывать мне вроде казалось что обратная связь вам тоже может быть интересна но сейчас дружится мне что-то не очень интересно я очень хорошо да что думаешь все-таки отключить на глупых людей не обращать внимание но я не особо обращаю но хотелось бы общаться с умными все-таки как вам кирилл привет я из дома 3 что вам рассказать что вам интересно обратная связь интересно но вот поэтому я и не отключаю рус я тебя вижу интересно интересное питание вот я вам показала питание я заказала мне принесли что-то маленькое я явно не наемся в зал в зал не часто хожу маникюр классный а блокировать идиотов я не успеваю отдых отдых главное с кем и нигде она израил я с луны мы же вчера решили что я делаю в швейцаре я прилетела санторини мы прилетели и поэтому я считаю что я делаю с вами разговариваю а если я потом пересмотрю эту трансляцию и идиотов поудаляю интересно они больше не будут меня беспокоить в Рио нет я не полечу меня футбола хватает я не могу следить за всем хотя смотрела гимнастику нет я не высыпаюсь оранжевый браслет с миконосом слушайте мне это просто прекращай не позорься что именно ребро болит мне нравится путешествовать в Россию пока не собираюсь цвет волос цвет волос светлая светлая Русь хорошего врача что у вас болит я в медицине не сильно ребро как сломал не буду рассказывать уйдите все дебилы из чата да уйдите не просто я не успеваю даже изделие изделие на шее вот это я уже рассказывала много раз его нельзя купить нет свои зубы уйдите офигеть сколько комментариев и глаза не покажу тонулкой никакой не пользуюсь но с собой если надо то дольче кабану я офигела сама если честно дела хорошо спасибо спасибо большое губы классные спасибо тоналка я сказала дольче кабану для загара биологик так как бороться с депрессией влюбиться надо что в тарелке кускус что в тарелке кускус я хотела что-то вегетарианское заказать вот заказала кускус только маленькая порция горло нормально у меня горло не болело но кашляет не в кого влюбиться ну нет надо придумать в кого влюбиться опять покажи грудь влюблена виктория джан привет губы настоящие губы мне очень нравится фильм про дружбу один плюс один называется про парализованного миллиардера и его как человека который за ним следил такой него крутой который там курил танцевал рэп там пел вообще и научил этого человека радоваться жизни и ценить каждую минуту пока в россии не собираюсь познакомиться не знаю где вам не очень интересно где сейчас люди знакомятся вот вы где знакомитесь с ребятами я же сказала дольче габбана но сейчас нами нет вообще-то науки ничего нет как встретить свою половинку я не знаю как люди встречают свою половину а погода ужасная я же показала там дождь за окном дождик в Литве покажи круто что за озабоченные люди вы чего наверное в соцсетях сейчас правда знакомятся да я неподалеку от тебя от сердца приглашаю тебя на угощение я не могу я не одна постра с одной и тоже дебилы с кем я по где познакомилась хочу на санторини обратно уже хочу реально там так хорошо бы последние знакомства на стадионе а как вы знакомились на соседних местах оказались сейчас никто не знакомится я тебе ничем не могу помочь если ты на меня хочешь я была в детстве скромная да подарить кепку какую что ребята дураки какой вы кошмар пишете какая кухня мне нравится ваша это какая браслеты разные всякие полина привет замуж не хотим sorry keep it thank you чай не спиваю коньяк ваш я не пью коньяк где текила была во мне в гадание не особо верю нет книги читаю разные но больше с каким-то таким философским смыслом психологически как отдыхать мне кажется тут жить скучновато хорошо английским владеем да я останавливалась в айконе к отеле на миконосе мне очень понравилось очень хороший сервис музеи да глазки прячем не выспались если означает что фотоаппарат вместе с сердечками сердечек кстати мало это значит кто-то скриншот делает вика джан ты заболела нет в алейкум салам я настолько да на самом деле вот есть такая история что на негатив быстрее реагируешь почему-то чем на нормальные комментарии сори ребят вы правы я сейчас исправлюсь я буду реагировать на на хорошее только очень красиво спасибо но в греции отдых закончился и все и теперь надо возвращаться каждый к своей жизни к своей работе про первые отношения что рассказать что розовые сердечки спасибо губы класс да духи хотите духи мои они будут прикольные ходят ну почему тихо разговариваем не знаю сил нет без настроения потому что я не хотела улетать из Греции Добрая ли я? Ну, я добрая с теми, кто добр со мной. Кто не добр, я не добрая. А я живу везде. Но духи я же сама составляла, поэтому как я могу рассказать? Это секрет. Я губы не трогала вообще, ребят. Комменты исчезли? Как исчезли? Сердечки из Сталина, привет. Спасибо. Я же только что была на Санторине. Невозможно же бесконечно отдыхать. Парфюмер. Да, я побывала вроде парфюмера. Знаете, как прикольно? Дали вот такую колбу, и я смешивала разные ароматы, добавляла то и это. Смешивала, смотрела в какую пропорцию, в какой дозе. Так прикольно. Комменты пропали? Куда пропали? От перелетов устаю. Ну, а с другой стороны, я люблю путешествовать. У кого цветок? Парфюм делала недалеко от Канн, город Грасс. Если вы читали, парфюмера Патрик Азюйскин, вот это там проходил. Привет. Я из России, да. За кого болею? Болею за Ростов, свою родную команду. Боишься летать? Почему? На самом деле, я вот всем людям, которые боятся летать, я всем советую, ну, как бы принять, что если должно что-то случиться, оно все равно случится, независимо от того, в самолете вы или не в самолете. Поэтому не имеет смысла. Русская ли я? Ну, кровь у меня не только русская. Украинская, греческая, немецкая, татарская. Пользуюсь своим парфюмом теперь, да. Приятно меня слушать, спасибо. Джинаев крутой, согласна. Нет, но на самом деле даже есть такая статистика, что мужчины больше боятся летать, чем женщин. А знаете почему? Потому что мы можем принять судьбу. А мужчины, они привыкли все контролировать. И мужчинам надо понимать, что происходит. Они не могут контролировать, потому что они не управляют этим самолетом. Вот, поэтому надо смириться. Цыганская кровь? Кто же тут столько делает скриншопов? Скажи, чтобы тихо ходить. Эй, ты потише ходи. Слушай, ты гонах отсюда вообще. Малолетка тупая. Где мой дом в небе? Была ли у меня звездная болезнь? Это никогда не было. Глаза, крашу, подводка. Скоро Новый год. Надо, кстати. Да я не злюсь. Ну, просто из-за идиотов нормальные люди не могут писать. Я родилась в Ростове-на-Дону. На севере холодно. Я люблю тепло. Ты нереально крутая. Спасибо. Идеальные отношения? Мне кажется, идеальные отношения скучно. Я думаю, что отношения должны быть интересные. Тут в Коломии или в Соловках никогда не была. В гороскопу Лея. Приятно смотреть. Спасибо. Очень приятно. Вам понравились мои трансляции с Санторини? Жалко, я тогда не знала, что трансляции можно сохранять. Представляете? И все стерлась. Любовь до гроба. Я не верю. На море, конечно. Только что с моря. Отношения со скалкой и сковородкой. Можно и со сковородкой. Можно и со сковородкой. В принципе. Это же лев. Значит, у тебя классно знать, зодиак. На двадцать часовые. Не знаю, я сейчас перенастроила. Наверное, будут сохраняться. Нет, детей нет. Да, на Санторини я очень советую. Там очень классно, очень романтично и очень весело. Вика, тигр. В самолете ем, потому что скучно. Будь более нервным. Почему? Неподалеку. Мужчины весы нормальные, кстати. А зачем тебе? Отель на Санторини. Они разные, но вообще не дешево. У меня числа 26 июля, день рождения. Дельцепь тоже хороший. Здравствуй. Истерики нет. Не бывает. Мужчины овны классные. Первый муж был овен, кстати. Курю. Ламинирование не делала. Стрельцы классные, да. Да увидите вы еще мои глаза в сторону. Не выспался человек. Не спал. Весы мужчины достаточно стабильные, уравновешенные. И они хорошие друзья, мне кажется. Потому что мужчина должен быть другом. Где лучше отдыхать? Ну, я не знаю, где вам нравится. Главное, с кем. Мой первый муж в Европе где-то сейчас. Парочку всего. Рязань, привет. Козероги мужчины надеги. Такие надеги, но, наверное, бывают иногда скучные. Ну, кому как. Правда, что красный цвет носят неудовлетворенные женщины. Я бы так не сказала. Мне кажется, наоборот, красный цвет носят женщины страстные. Наши общие брюноваты, не знаю. Девы? Девы надеги тоже. Но скучные бывают тоже. Ой, рыбы они вот такие вообще. Красный для уверенных. О, поддерживаю. Я скучно. Раки мужчины. Ну, мне с раками круто дружить с мужчинами, но я не уверена, что я хотела бы себе парный рак. Девы с кукотом? Нет, в Индии не была, но почему-то мне не хочется. Водолеи? Сложный вопрос. Мужчины-львы? Нормально. Близнецы? Ну, мне легко с близнецами. Мне, в принципе, с воздушными знаками легко. Потому что я их, как сказать, теплее, что ли, подогреваю. Огонь, воздух всегда подогревают. И воздушным знаком со мной классно. Ну, рак мужчина, как мужчина, мне кажется, порой бывает такой слишком глубокий, полон самоанализа, самокопания. В каких-то сомнениях пребывает. Да, я вообще, как этот, кто она там на первом канале, островок. Василиса? Ой, смотри. Водолеи. Овен класс. Овна мне нравится. Бренд одежды я не могу посоветовать один. Ну, посмотрите, вообще, я все время по-разному одета. Невозможно один бренд выбрать. Мужчины, скорпионы, секси. Ну, я живу везде. В России, да, наверное, в России. Но за год я в России была не так много. Нет, меня не раздражает. Это воздушный, ну, вот, значит, несложный. Хай, матрешка. Хай. Но есть и динозавры, да. Есть дебилы. Вот некоторые пишут мне здесь. Кира из Хабаровска, прием. Женщины-львы? Супер, самые классные. Скорпионы, секси, да. Директ иногда читаю, когда скучно. Нормально отношусь. В Москву попозже. Хочешь меня сзади? Ничем не могу тебя порадовать. В Омск, привет. В Ростов, может быть, на день города приеду. Еще мы там должны площадки спортивные открывать. Девушки-близнецы нормальные? Ой, сколько вопросов, блин. Шрека, смотри, вот. Пермь, привет. Парень есть. Магадан, привет. Дагестан, привет. Спортивные площадки будем открывать. Привет, детка, привет. Меня зовут Кассандра. О Козерогах. Что о Козерогах? Тяжело с Ольвом? Наверное, да. Нелегко. Махачкала, привет. Уральск, привет. Краснодар, привет. Кабартина Балкария, привет. Как относишься к женам футболистов? Но я не разделяю людей по национальностям, по профессиям или по социальному статусу. Поэтому, конечно, я обожаю своих подруг, с кем дружу, кто жен футболистов. Но точно так же обожаю своих подруг, которые не являются женами футболистов. Странный вопрос, естественно. Давайте попробуем, что это такое. Вообще непонятно. Что я заказала здесь? Громче? Почему громче? Нет сил громко разговаривать. Фу. Русских меньше люблю, чем кого. Я не разделяю вообще людей по национальности. К счастью, спасибо. Не надо громче. Мне тоже кажется, что все слышно. Красивая черепная коробка. Какой необычный комплимент. Спасибо. Пью чай. Кушаю кускус. Крем тональный Дольче Габбана. Я сама пользуюсь. И Лаура Мерсье. Я не верю в гадание особо. Ну, наверное, что-то бывает такое, но особо не верю. Улыбаюсь. Отец. Отец. Женщины-стрельцы прикольные. Ты смотришься, как папа. Что? Серьезно? Я думала, мне кепки идут. Нет? Не идет мне кепка? Кепку не забрала. Мы купили на... Музыку разную люблю. Не идет? Нет? Совсем? Блин, что же делать? Девушки-раки, как? Сколько скриншотов вы делаете? Зачем? Мне кажется, вы вместо сердечек скриншоты ставите. Ужас какой. Риана, конечно. С ними. Я не накачивала губы. Что за бред? У меня есть прямые. У меня есть, но мне в это удобно сейчас просто. Я без настроения, потому что я прилетела в щит вообще. Погода мерзкая. Но даже я не выспалась. Потому что я хочу обратно на Санторини. Мне там было хорошо. Орел, привет. Блин, сколько вопросов. Крутая реклама? Спасибо. Саратов, привет. Кому я рассказываю что? Не выспалась почему? Есть причина. Тула, привет. Да зачем улетела? Зачем улетела? А что, мне там жить остаться, что ли? Зачем улетела в Санторини? Что за странный вопрос? Конечно, не потому что я хотела улететь. Любимый цвет красный. Дегенератов, Рус, не то слово сколько. Достала. Я счастлива, да, отец. Кошмар, мне вообще не сняться. Поправилась? Да, наверное, слава богу, немножко. Как-то не перестали писать, что я анорексичка. Хотя, я уже привыкла, что не угодишь. Худеешь, говорят, анорексия. Поправляешься жирная. Замужем, говорят, муж дебил. Разводишься, говорят, что ты плохая. Дома сидишь, типа, скучная. Где-то все время тусуешься. Тусовщица. Сколько неудовлетворенных же людей, боже. Не накрашенные, нет. Да, вы-то меня любите, спасибо. Я тоже вас люблю. Адекватных. А вот неадекватные мне не нравятся. Вообще. Детка. Чего? Ребята, вы вообще, по-моему, поплыли. Краснобар. Спасибо большое. Сердечки мне нравятся. Не буду обращать внимания. Спасибо. А знаете, как бы они повели себя при личной встрече? Они бы подошли и попросили бы сфотографироваться, стали бы улыбаться. И просить сфотографироваться вместе. Как правило, так бывает. Поэтому так вот этих диванных троллей жалко, бедняжки. Такие вы бедненькие. Пишите всякую ерунду. В перископе часто? Ну, стараюсь. Тварь. В Греции шикарно. Я вообще в Греции влюблена. И Миконос, и Крит, и Санторини. Просто потрясающие места. Полинке соскучилась. Ни одно не ответило. Ну, с чем ты пишешь эту чушь? Блин, реально. Какая-то гадина пишет какую-то ерунду. Тебе что-то вернется потом. Как же ты не помоешь? Эти хейтеры, мне кажется, им просто нечем заняться. Да, дружу. Она забыла про их эльбомиранду. Просто контрольный сразу. Ага, спасибо. Чаще выходить в перископ, чтобы вот эту ерунду читать. Я не знаю. От чего интересно зависит. Иногда выходишь нормально все. Иногда просто столько ебаной. Из этих скриншотов. Зачем такое количество скриншотов? Александра Артюнова знаю, конечно. Лучше не выходи. А зачем ты смотришь мою трансляцию? Ты тупая курица. Да я не успеваю. Просто в бан. У тебя такая кепка? Ну все. Есть больные дауны. Есть озабоченные. Айфон, да. Жду. Во, вообще отлично. Цепочки. Какие именно? Которые браслеты? Не обращаю внимания. Ибица, да, очень нравится. Машин несколько. Почему Самсунг? Чем Самсунг лучше, чем айфон? Подвесочка вот. Глаз не видно. Так надо. Сними, да, кепку, некрасиво. Ай, не могу. Ну кайфуй, пусть кайфанут. Бедолаги. Почему Соня лучше? Почему Самсунг лучше? Расскажите. Валейку. Да, это крылья. В Узбекистане нет, не была. Кроме, не успела прочитать. Ну, по-моему, какая-то умная мысль была от девушки. Машин же из Порта Круз. Я не успела прочитать про твою дилемму. Извини. Ну, правда же, бедолаги. Ну, представляете, жить. Ты просыпаешься, включаешь перископ, там вещает Лаприо. И ты ей пишешь всякую. Ну, реально, мне кажется, просто проще застрелиться, чем сидеть и тратить свою жизнь на это. Такая радость и есть девушка на работе. Ты в каком городе? Многие Самсунг хвалят. Я в Самсунге вообще не разбираюсь. Успешно это всегда вызывает зависть. Ну, только это же не значит, что надо гадость описать. Хотя я встречалась с очень успешными, крутыми девушками. Ну, мне кажется, что нужно встречаться не с той девушкой, которая успешная или крутая, а которую ты любишь, как минимум. Зависть, зависть. Зависть – это плохое чувство. Разрушает человека изнутри. Да, сейчас. Что тут? Говори громче, кепку сними, сиськи, покажи. Ребят, вы вообще в себе? Сейчас я такая, да, кепку сняла, майку сняла. Это деревня, детка. Да, да, это реалии наши. Sweet kiss from Switzerland. Thank you. Очень красивое. Спасибо. За оскорбление людей, каких дебилов, которые пишут всякие неприличные вещи. Нет, скорее мой бумеранг их накроет. Я не отбеливаю. Для блондинки здорово мысль. А ты считаешь, что есть разница между мыслями блондинок и брюнеток. Кепка красивая. Ну, тут многим не нравится, кстати. Сергеем Лазаревым знакомы. Я твой бровь шатал. Люди мельчают. What did I eat? I am eating something and I don't understand what I am eating exactly, honestly. Во-во, на блондинок не надо. Браслеты? У меня много браслета. Ну да, согласна. Когда есть вот этот момент, что можно написать, то сразу кажется, что вот же она, сейчас я ей напишу. Она как-то среагирует. Я приму какое-то участие в ее жизни. Ребята, мне пофиг. Честно. Я уже знаю своих постоянных подписчиков, и вот на них мне не пофиг. Они мне очень нравятся, мы с ними дружим. И, естественно, люди адекватные, которые либо интересные вопросы задают, либо что-то интересное спрашивают или рассказывают. С ними мне интересно. А вот с этой вот ненормальной массой мне вообще пофиг. Вика, кинь инсайд, какой клуб возглавит. Ну да, сейчас кину инсайд на весь перископ. Санторини одной из любимых, однозначно. Это я с Миконосом. Кофе пью. Уделяешь им одну секунду, а они потом, ну да, 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 все правильно. Я сойду. Нет, кумиров не было вообще. Никаких. Очень красивая. Спасибо. Уберись ты отсюда. Губ свои. Но я болею за наши спорные. Болею за Россию. Санторини сказочный остров, конечно. Я просто в восторге. Трахни себя по голове. Вика. Милаха. Подруги. Ну, не сказать, что их очень много. Они вот все живут в разных странах. Я всех собрала на Миконосе во Франции. У нас была целая банда. Почему вынести так мало? Я не люблю много фотографий. Мне не сорок. Поэтому это неправда. Девишник. Ну, частично. Привет. Вчера видел Станислава Садальского в перископе. Что он говорил? Красота. Спасибо. В Баку была, да. Мне очень понравилось. Ох, такой девичный, да. Занимаюсь благотворительностью, да. Книгу прочла девушка в зеркале. Я очень много где побывала, ребят. Очень-очень много. Я сейчас, мне проще сказать, где не была. Саратове, конечно, была. Саратове, конечно, была. На Бали была, она мне понравилась. Как всегда на позитиве, а я всегда на позитиве, вы же знаете. Не стоит говорить, что я занимаюсь благотворительностью. Почему? Я должна это скрывать, это секрет, если это так. Да, для меня Санторини теперь это летняя альтернатива Мальдивам. Потому что это вроде бы такое же уединение, тоже такой романтик, вообще супер красиво. Но только есть ночная жизнь, еще можно на лодке походить вокруг острова, там, везде побывать. Я думаю, кто постоянно меня читает, тот видел. Я укладывала, мы были на розовом пляже, на белом пляже, на черном пляже. Очень красивый был закат. Хвастаться плохо, а я разве хвастаюсь, я отвечаю на вопросы, нет? Конечно, в Сочи была миллион раз. Но с вами мне весело, с некоторыми. А с некоторыми нет. В Питере, конечно, была миллион раз. Давай, брат, пока. Какой отдых мне запомнился? Не могу сказать, что один какой-то. Я в Екатеринбурге жила шесть месяцев. Вы позитив. В Марбелле была. В Мару хорошо. В Саратове, ну, конечно, была, если у меня муж был в Саратове. Питание топ на Санторини. Но папайя, кстати, не очень вкусная. Она недозревшая была. Но я зато ела арбуз. Очень вкусно. В Хабаровске не была. Мару, это моя подружка. 9 сентября в Ростов. Это перед днем города. Почему я жила в Екатеринбурге? Потому что там играл мой бывший муж. Немножко. Я была в Дагестане, да. Да, там было потрясающе красиво. Я очень советую. Спасибо большое. В Донецке была. Я даже была мисс Донбасс Олка. Урал. Урал. В Шри-Ланке нет, не была. Когда свадьба? Когда-нибудь. В Грозном была. Встречалась. Прежде чем он мне предложение сделал, или как? В Тамбове не была. В Сан-Диего тоже, кстати, не была. Да, мне якобы очень нравится. Очень нравится. Сын Вали? В Владикавказе, кстати, не была. Спасибо большое. Цюрихи сейчас. Как же у всех? Как оставить хороших, нормальных людей, с кем можно поболтать? И убрать тех, кто пишет всякую ерунду. Блин. Только это не красиво, слушай, странно, конечно. Зачем тогда вы заходите? Просто, чтобы написать, что-то. Ладно. Вот и поговорили, называется. Да. Мамуля у меня красавица. Давайте, ребята. Поцелуй всем адекватным, всем хорошим и доброжелателям. А всем дебилам желаю, чтобы у них что-то сегодня случилось нехорошее. Чтобы у них болел живот. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok